В Государственном музее искусств имени Абулхана Костеева проходит ретроспективная выставка произведений художника Нагимбека Нурмухамедова «Образы времени», сообщает газета «Новое поколение». Выставка посвящена 90-летию со дня рождения художника и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Творчество Нагимбека отличает жанровое и тематическое разнообразие. Им созданы многочисленные исторические картины, отражающие важные события истории Казахстана, портреты выдающихся людей, проникновенные пейзажи. На выставке картины представлены в том порядке, в котором творчески рос художник. При входе в выставочный зал можно лицезреть самые ранние картины, нарисованные карандашом. Далее следуют картины более масштабные, после которых Нурмухамедов заявил о себе как зрелый мастер сюжетной живописи. Молодежный театр Рудного поставил спектакль «Благословите светлый час» по пьесе «Льва Проталина», сообщает издание «Наша газета». По словам постановщика Натальи Кудрявцевой, репетиции начались с ноября прошлого года, параллельно с репетицией спектакля «Три апельсина», который театр показал в марте. События спектакля происходят осенью 1945 года в военном госпитале Восточной Пруссии, где долечиваются раненые советские солдаты и попавшие в плен солдаты вермахта. Главная сюжетная линия рассказывает о больном пленном офицере фон Гюнтере и хирурге, чудом выжившем в плену, который, несмотря ни на что, пытается вылечить своего пациента. В начале спектакля зрители увидели надпись «Посвящается всем, кто прошел войну и остался человеком». Ужас войны не покидает персонажей. Они снова и снова видят погибших родных в своих снах. В последней сцене излеченный офицер вермахта выходит под охраной своего хирурга и на пороге, в глубине сцены, он видит ожидающих его советских военных. Руководитель ресурсного центра молодежи Максим Фролов отметил, что не в каждом городе есть свой театр. А молодежный театр стал настоящей кузницей талантов, которые нашли себя в режиссуре, а некоторые выходят на большие сцены Казахстана и России. «Я горжусь, что в нашем городе есть народный молодежный театр», отмечает он. «Театр много делает для молодых ребят. Неуверенные становятся уверенными. Те, кто не умеет говорить, боится сцены, раскрываются, и потом это помогает в жизни. Через театр и актеры, и зрители узнают литературные произведения». В течение двух дней в Атырау проходил республиканский Айтыс Акынов, пишет издание «Прикаспийская коммуна». Устное народное творчество казахского народа Айтыс переживает новую эпоху, новый подъем. Айтыскеров слушают, к их мнению прислушиваются, и они популярны в народе. Ведущим песенного состязания стал открывший дорогу творчеству многих молодых айтыскеров, известный в стране поэт Журсин Ерман. Он подчеркнул, что участники постараются достойно воспеть победу, которая нашему народу досталась дорогой ценой, ценой жизни наших отцов и дедов. Айтыс, несмотря ни на что, дошел до сегодняшнего поколения. Даже во времена войны, в далеком 1943 году, по инициативе писателя Габита Мусрепова, на казахской земле проходил Айтыс, для того, чтобы поднять солдатский дух, придать сил матерям и женщинам, отправившим своих сыновей и мужей на фронт. Хорошее настроение отраусам постарались подарить 24 известных в стране айтыскера. Со сцены театра они с большим патриотизмом говорили и о подвиге наших бабушек и прабабушек, которые тоже внесли весомый вклад в победу над врагом. О том, как они, несмотря на холод и голод, работали в тылу на заводах, изготавливая оружие, обеспечивая продовольствием и всем самым необходимым нашу армию – фронт. Акны так виртуозно владеют искусством острословия, что просто удивляешься их находчивости, начитанности и богатейшей фантазией, делится корреспондент. В течение двух дней драматический театр был излюбленным местом атераусов. Они получили не только массу эмоций, но и имели возможность обогатить свой внутренний мир, овладеть полезной информацией, стали свидетелями рождения новых творческих талантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова